Здравствуйте, уважаемые зрители! Во многих фильмах, которые я выложил на YouTube, возникает вопрос один и тот же у моих подписчиков, неоднократно получая письма по электронной почте, о том, как можно еще по-другому забросить вот такие легкие приманки, не пользуясь нахлыстом. В одном из фильмов, вот такие даже маленькие, или же вот такие, чтобы можно было рыбачить поплавочной удочкой, я показывал вот такой поплавок, который изготовил своими руками с дробью, но это для очень дальнего заброса и для крепкой тяжелой снасти. Чтобы можно было рыбачить не на большой дистанции, 30-40 метров, я вам сейчас покажу, как в домашних условиях изготовить такой поплавок, как я их называю, ваглер. Вот у меня есть остатки разных вот таких ручек, я их не выбрасываю ни из жадности, а из-за того, что они у меня находят применение. Вот настоящий ваглер, который продается в магазинах для ловли осторожной рыбы, он имеет разную огрузку, но под себя вы можете изготовить огрузку абсолютно разную. Я взял обыкновенную ручку, которая вот была у меня в обиходе, обрезал один край, взял обыкновенную вот такую резиночку, ластик, для вытирания карандаша, и изготовил вот такую пробочку по диаметру. Вот она у меня, покажу вам, вот так до конца входит. И нам необходимо что сделать? Для начала, чтобы мы могли продолжать нашу работу, взвесить, какой примерно мы хотели бы иметь вес нашего поплавка. Его можно сделать, чтобы он был и сильно огруженный, и плавал, и в то же время можно его сделать, чтобы он был в толще воды суспендером. Вот такого типа поплавок имеет очень большую воздушную камеру, за счет этого он имеет большой вес, и находится в толще воды где-то приблизительно на метр от поверхностной пленки. Я буду изготавливать поплавок, который будет находиться у меня, как обыкновенный поплавок, как я его называю. Это будет наш украинский сбирулина. Что мы делаем? Я беру клей, который клеит нашу хорошую пластмассу, наношу его на резьбу. Ровным слоем. Можно герметиком, можно силиконом, если вы захотите потом в дальнейшем его разбирать, и для себя совершенствовать. И собираю обратно свою часть. Соединили. Пока он у нас будет схватывать, я взвесил обыкновенную вот такую дробь, если как для охотников, это где-то единица или ноль. Подобрал по весу, чтобы мой поплавок соответствовал 7 граммам. Взял обыкновенный вот такой вертлюжок, крепкий на разрыв, где-то порядка 20 килограммов. Ниточку петелькой соединил в нашей резиновой пробочке. Я, чтобы не просверливать, так как она по диаметру у нас не совсем толстая, я сделал разрез, как вот видно, до середины крепления. И теперь я беру, промазываю место разреза клеем. Он достаточно надежно будет у нас держать. Это уже проверено. Вот, проклеили. И теперь я беру нитку со своим вертлюжком и одеваю его, одеваю прорез. Вот так, посмотрите. Видите? Теперь, для того, чтобы мы могли не волноваться за нашу нить, я здесь делаю узелок, который подтягиваю. Доводим до края нашей пробочки. и здесь затягиваем, отрезаем. Теперь берем, промазываем место вставки клеем. и на время зажмем просто обыкновенным зажимом. Зажали, положили пока в стороночку. Клей наш уже здесь подсох. Загружаем нашу дробь. Вот приблизительно. Так дополнительно еще будет создавать шумовой эффект движения наших шариков. Но единственный недостаток вот такого поплавка заключается в том, что он боится ударов. Поэтому стараться осторожненько. Если выполнить из такой пластмассы, будет хорошо. Или же из той пластмассы, которую вот я вам показал. Из такого пластика. Он достаточно гибкий. Его можно найти на любом рынке. Вот у нас клей подхватился. Теперь мы берем с вами для того, чтобы не было большого нагромождения клея. Я обычно всегда вот так промазываю слегка край. Примчивая нашу пробочку, ставим ее на место. Вот мы поправили нашу пробочку. Пока клей будет схватываться, но это займет времени, может быть, 20-30 минут. Можно приступать к рыбалке. Если для вас по каким-либо причинам недостаточно в данный момент в рыбалке этого веса, здесь можно скотчем или изолентой подмотать любой грузик, который вы захотите. Или же сразу в изготовлении, допустим, поплавка, как типа этот, можно внизу также поставить вертлюжок, как вот здесь, вот вверху. Тогда спокойно можно будет цеплять любой груз, который вы захотите. не вставляя вовнутрь дробь и все, что вам для груза понадобится. Вот и все. Желаю вам удачи. Жду ваших вопросов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok